Международный семинар по предпринимательству прошел на базе Копольского колледжа. Его цель – дать возможность учащимся презентовать свои бизнес-проекты и получить советы от компетентных специалистов. На семинар съехались представители соседних областей, а также гости из России и Казахстана. Подробности в материале Вероники Сайко. Открыть свой автосервис или маникюрный кабинет, запустить производство свечей или домашние сдобы. Участники международного семинара приехали на мероприятия с самыми разными бизнес-идеями. Кто-то только начинает, а некоторые уже могут давать советы новичкам. Наш проект открылся с сентября 2019 года. Проект называется «Клуб мини-гольфа». Мы на территории своего колледжа предоставляем проект, где люди разных возрастов могут прийти и попробовать себя в роли игрока в мини-гольф. Всего участников 45 человек. Присутствует очень много гостей, союз предпринимателей, директора учреждений образований, учащиеся, педагоги и мастера производственного обучения. Мы делимся опытом работы по поддержке среднего и малого бизнеса, а также пути развития бизнес-компаний в системе профессионального образования и в системе общего среднего образования. Площадкой для семинара не случайно выбран Копольский колледж. Несмотря на то, что он находится за городом, в населенном пункте Мажа, здесь расположилась первая в районе стартап-школа еще центр поддержки предпринимательства. У нас сегодня основная задача и конфедерации предпринимательства, и обл. полкома, и Министерства экономики – это вовлечение нашей молодежи в процесс развития экономики и экономического потенциала в страны. Но, несомненно, это и финансовая грамотность, и основы учебных бизнес-компаний. Конечно, большинство проектов учащиеся не смогли бы реализовать без поддержки преподавателей. Еще один хороший пример командной работы – усадьба, открытая Копольским колледжем в деревне Усова. Все организационные и финансовые вопросы на руководстве учреждения. Но учащиеся активно вносят идеи по развитию бизнеса и получают возможность подзаработать при выполнении несложных задач. Чтобы привлечь туристов, в усадьбе создали контактный зоопарк, а еще пасеку. Здесь популяризируют апитерапию – нетрадиционный метод лечения пчелами. Недавно на территорию усадьбы поставили два апидомика. Это такие постройки на пчелиных ульях. Насекомым нет доступа внутрь, а потому посетители могут расслабиться и спокойно поспать на деревянных кроватях с соломой. Насладиться медовым запахом и послушать успокаивающий гул пчел. Помогаю пчеловоду работать с пчелами. Нужно разжигать дымарь, чтобы отгонять пчел. Потом извлекать мед. Силами коллектива некогда заброшенный участок земли быстро превратился в рай для туриста. Это все выходные, расписанные на месяц вперед. В планах бизнес-команды построить мини-гостиницу, где туристы смогут останавливаться с ночевкой. Усадьба «Медовая заимка» – этот проект реализуется с 2017 года. Здесь, конечно же, много трудов как работников, так и учащихся. Учащиеся задействованы во внеурочное время. Это помощь по обкоске территории, посадке деревьев, облагораживании в целом территории. Все металлоконструкции, которые здесь стоят, они тоже изготовлены руками наших учащихся. Усадьба, пожалуй, самый крупный, но не единственный бизнес-проект колледжа. В учреждении есть собственное производство плитки, изделий из металла, а еще швейная мастерская. Так что учащиеся могут выбрать дело, которое им по душе. Всего в колледже учатся около 500 человек. Это будущие слесари, трактористы, водители, повар и парикмахеры. И помимо рабочей специальности, у них есть возможность бесплатно получить навыки, которые пригодятся при открытии собственного бизнеса. Продолжение следует...